Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Например, соседняя республика Коми заключила соглашение о запуске производства МДФ-плит на 32 миллиарда рублей. В Красноярском крае реализует проект по добыче платины на 570 миллиардов. Белгородская область заключила контракт на вложение 160 миллиардов рублей в зеленую металлургию и на 250 миллиардов вложений в строительство горнометаллургического производства. Программа Экономика. В регионе хотят продлить льготы по ОСН. В УЗС внесен проект закона о снижении ставок по ОСН для кировских обувных компаний, кинотеатров, турагентств, музеев, компаний, занимающихся организацией культурных и спортивных мероприятий. Им тяжело пришлось во время пандемии, но теперь нужна поддержка снова, считают авторы закона проекта. Сейчас в Кировской области действуют пониженные ставки по ОСН для некоторых видов бизнеса. В 2022 году льготы действовать перестанут, несмотря на просьбы их продлить. Правда, не исключено все же, что власти вернутся к этому вопросу, оценив состояние бюджета этим летом и согласятся продлить поддержку бизнеса. В Кировской области запускают новое производство медицинского спирта. Этим будет заниматься завод «Восток» в Амутнинском районе. Вложить планируется в производство порядка 150 миллионов рублей. Туда уже начали поставлять оборудование для нового завода. Напомню, что этой весной «Восток» начал выпускать субстанцию для антибиотиков по воспроизведенной советской технологии. Также готовится запуск производства антибиотика «Тобромицина». В завершении о валютах. На сегодня доллар стоит 72 рубля 20 копеек, евро 87 рублей 81 копейку. Ольга Балезина, Новости экономики в Кирове.